Глубоковажаемые коллеги, рада приветствовать всех, присоединившихся к нашей сессии. И данный доклад, актуальность, конечно же, его не вызывает сомнений. И мы начнем с клинического наблюдения. Так, а где оно? Так, глубоковажаемые коллеги, я все-таки попрошу внимательнее IT-отдел относиться к тем презентациям, которые мы вам отдаем. Пожалуйста, поставьте нужный доклад, который я давала утром. Несите, пожалуйста, коррекцию. Это крайне важно. И сегодня я хотела бы отметить, что основные принципы назначения лекарственной терапии люминального рака молочной железы основываются на следующем. Все больные гормоночувствительным метастатическим раком молочной железы, им показано назначение гормонотерапии. За исключением пациентов, у которых выявлен висцеральный криз, под которым, соответственно, подразумевается наличие клинически значимых симптомов. Это могут быть боли, печеночные боли, средства растяжения капсулы глисона. Они могут сопровождаться биохимически значимыми проявлениями увеличения трансиминас или билирубина. Или же это могут быть дыхательные недостаточности, связь лимфангиита. Но Фатима Кардоза в этом году на конференции ABC в Лиссабоне отметила, что при эвакуации плеврита, сам по себе эксудативный плеврит, не является висцеральным кризом. Об этом надо помнить. Поэтому при эвакуации эксудативного плеврита пациенты подлежат назначению гормонотерапии. Мы не рассматриваем эксудативный плеврит как проявление висцерального криза. Поэтому на настоящий момент мы возвращаемся к той ситуации. Больная первичная, 58 лет, ЭКОК-0. Берсей мутации не обнаружено. Мы теперь большое внимание уделяем герминальной мутациям наличия. Сопутствующий диагноз не отягощен. Висцерального криза нет. Диагноз звучит как у пациентки после обследования. Рак правой молочной железы. Метастазы в легкие, шейные, лимфатические узлы, правые подмышечные, внутригрудные. Кости, это поясничный отдел позвоночника, грудина, кости таза, левая большеберцовая кость. И диагноз, соответственно, инвазивный, неспецифический рак. Рецепторы эстрогенов 8 баллов, прогестерона 0, HER2-экспрессия 1+, и КИ-67-40%. Вот так визуально выглядят картинки. Я призываю всех смотреть обязательно, по возможности, зная, что на нашу исключительную занятость все-таки снимки, поскольку звучали, когда описание компьютерной томографии, денщные очаги. Но при осмотре, соответственно, эти денщные очаги приобретают свою значимость вследствие их достаточно множественного характера. Образование в молочной железе, соответственно, мы видим на компьютерной томографии. И множественные изменения в костях позвоночника, особенно клинически значимые в поясничном отделе, они наиболее определяемы по данным магнитно-резонансной томографии. И, наконец, голосование. Те варианты, которые мы могли бы рассмотреть, первичные нелечные пациентки 58 лет в менопаузе, без висцерального криза, с поражением костейских и летолегких лимфатических узлов, с люминальным потипом. Какие варианты могут быть? Это химиотерапия, гормонотерапия. Гормонотерапия в сочетании с ингибиторами циклинозависимых киназ и ингибиторами циклинозависимых киназ. Пожалуйста, голосуйте. Я думаю, что всех, кто хотел проголосовать, а я очень прошу коллеги, докладчики очень старались при подготовке своих презентаций и уделяли внимание голосованию. Мы ждем вашей обратной связи. Пожалуйста, выведите на экран голосование. Ну, вот уже даже смысл моего доклада как-то немножко отпадает, когда 70% аудитории назначают заведомо правую версию. Но очень приятно. Но, тем не менее, основные принципы лечения больных гормонопозитивным раком молочной железы метастатическим наши пациенты должны жить долго и должны жить качественно. Прошло более 120 лет, как хирург Битсон впервые выполнил аваректомию. И значимость лекарственной аваректомии у адеватных больных – это только лекарственная терапия, а у метастатических больных мы выполняем как лекарственную, так и хирургическую. Об этом помним. Особое внимание уделяется висцеральному кризу, о котором я уже говорила. Но помним, что плевральный оксидативный выпад не является проявлением висцерального криза. Обязательно для рака молочной железы выполнение биопсии на момент рецидива или после обнаружения первого метастаза, поскольку могут быть вторые, третьи, четвертые опухли, и меняется реинверсия, может происходить биологического потипа. И в ряде случаев даже много лет назад могли быть какие-то дефекты. Это даже ведущие центры этого не скрывают. Поэтому обязательно назначение лекарственной терапии основывается на реабиопсии. И тот же принцип, который мы исповедуем для хердопозитивного рака молочной железы, теперь будет и для гормонопозитивного рака молочной железы, поскольку все пациенты выигрывают от назначения гормонотерапии с ингибиторами циклинозависимых киназ. И можно просто единственно, каждый из препаратов имеет свои определенные опции. Но учитывая, что больных в лиминальном диссиминированном раке молочной железы, это больные достаточно разнообразны, каждый из этих пациентов определяется определенный, ну есть определенные критерии, поэтому мы смотрим только на ту доказательную базу, которая присутствует при тех или иных ингибиторах циклинозависимых киназ. Так вот, например, палбоциклип в первой линии зарегистрирован в комбинации с литерозолом, во второй линии с фулвестрантом. Рибоциклип может назначаться как в первой, так и во второй линии независимый комбинаторный партнер, это могут быть ингибиторы ароматазы и антиэстроген фулвестрант, во второй линии предпочтительный комбинаторный партнер фулвестрант. Амеба циклип, который не так давно был зарегистрирован в августе этого года, в первой линии рассматривается в техосклинические исследования, это вот в первой линии рассматривалось клинические исследования стероидными ингибиторами ароматазы, в регистрационном удостоверении в комбинации с фулвестрантом также может рассматриваться амеба циклип и в монорежиме. Самое важное для каждого препарата в комбинации с гормонотерапией есть доказательная база, особенно приятно говорить сейчас по доказательной базе, основываясь на общей выживаемости. Редко таргетный препарат при солидных опухолях может похвастаться таким уровнем доказательности, таким уровнем достижения первичной, конечной точки. И поскольку у нас сегодня более такой практический семинар, то в рибоциклип в настоящий момент мы берем по государственному реестру лекарственных средств по лечению гормонопозитивным местно распространенным или метастатическим раком молочной железы в комбинации с ингибиторами ароматазы или фулвестрантом у женщин в качестве начальной гормонотерапии и или у женщин, получавших гормонотерапию ранее, какие основные клинические исследования, наиболее значимые, которые были представлены в этом году, в принципе, легли в основу тех регистрационных удостоверений, которые мы имеем на настоящий момент. Это исследование МОНА-ЛИЗА-7, первое исследование ингибитора СИДК-4-6, третья фаза у пациенток в преминопаузе. И здесь, соответственно, два рукава либо циклип в комбинации с гормонотерапией либо просто ингибитор ароматаза, либо там ксфен в комбинации с органистами гонотерапии и релизинг гормона, поскольку это молодые женщины. И напоминаю, что гормонотерапия либо ингибитор ароматаза или фулвестрант работает только при выключенной функции яичников. И самое важное, я останавливаюсь только на общей выживаемости, которая была достигнута, снижение относительного риска летального исхода на 29% при комбинации гормонотерапии вместе с рибоциклибом. Анализ в подгруппах показал, что выигрывают все пациенты в изучаемых подгруппах. И самое важное, время до первой линии последующей химиотерапии значимо увеличивается качество жизни, несмотря на то, что для рибоциклиба описывается свой определенный профиль на виду с токсичностью, связанной с угнетением нейтрофильного ростка, бывает повышение трансаминаз и кардиотоксичность. Тем не менее, качество жизни пациентов не ухудшалось. И выводы, которые были сделаны, что действительно данный препарат может использоваться как в первой, так и второй линии. Комбинаторный партнер здесь может рассматриваться, как ингибиторы ароматазы, так и инстероидные, так и ингибиторы ароматазы, как фулвистран, так и ингибиторы ароматазы. И важно в целом, хотелось бы отметить, что для рибоциклиба это действительно доказательная база у женщин преми на паузе. Что еще хотелось отметить? По исследованию монолиза-3, здесь это уже рассматривалась комбинация либо рибоциклиба с фулвистрантом, либо фулвистрант в моно-режиме. Что же мы получили? Мы получили снижение отношения риска смерти при применении рибоциклиба, здесь 28%. И преимущество мы видим как первой линии терапии, так и ранний рецидив, и вторая линия. И в подгруппах у пациентов с висцеральными метастазами тоже мы видим преимущество. Кроме того, хотелось бы отметить, что опросник по качеству жизни не выявил значимое ухудшение данного критерия. И опять-таки мы достигли той первичной конечной точки, которая была заявлена в отношении общей выживаемости. Второй или даже нельзя, второй или третий, просто еще один препарат из групп ингибиторов циклинозависимых киназ, это амебоциклиб, который зарегистрирован как фулвистрантом, так и амебоциклиб в моно-режиме в предлеченных пациентов. Здесь доказательная база основывается на исследовании монарх. Наиболее интересное, которое было представлено не так давно, и произвело фурор на ЭСМО. Здесь рассматривался амебоциклиб в комбинации с фулвистрантом, или же просто фулвистрант. Что же мы получили? А мы получили опять увеличение общей выживаемости в группе комбинации с амебоциклибом. Медиан общей выживаемости составил 46,7 месяца. И вы посмотрите, препарат работает как у пациентов, что считается группой благоприятного прогноза, при метастазах как в кости, как и при висцеральных метастазах. И наиболее важное свойство, которое я хотела бы отметить для амебоциклиба, это эффективность при первичной и вторичной резистентности. То есть препарат обладает возможностью контролировать и данный столь неблагоприятный фактор. В выводах, наряду с увеличением медианы общей выживаемости на 9,4 месяца, качество жизни для амебоциклиба, конечно же, характерна своя токсичность. Это диарея. О ней надо помнить. Но своевременное начало лечения данного осложнения приводит к эффективным курациям данного симптома. Кроме того, даже есть исследования амебоциклиба у пациентов с метастазами в головном мозге. Более того, метастазы в головном мозге для нас вообще не являются сейчас проблемой. И проводя локальный контроль, мы продолжаем то же самое лечение, которое проводилось при отсутствии прогрессирования экстракраниальных очагов. А если же есть прогрессирование экстракраниальных очагов, мы меняем терапию. Но опять-таки сам факт метастазирования в головном мозге не означает, что мы должны только назначать капицитабин или какой-то из других препаратов, который якобы проникает через гемотенцифалический барьер. Поэтому в настоящий момент мы все больше и больше видим исследований, которые говорят, что при метастазах в головном мозге тот же самый подход используется, но при условии необходимости локального контроля. Поэтому в настоящий момент еще один препарат, значимый препарат, по сути, первый препарат, когда появился для нас. И у нас опыт был, начиная с этого препарата, это полбоциклиб. Регистрационное удостоверение звучит как в сочетании с гормонотерапией. Причем в первой линии мы можем назначать только с ингибиторами роматазы. Во второй линии в сочетании с фуллистрантом у женщин, получавших предшествующую терапию. И обязательно мы правило это помним. Все женщины, у которых метастатическим раком планируется лечение кроме томоксифена, обязательно назначается агонистогонотропин, релизинг гормон от лекарственной терапии. Или же мы можем рассматривать хирургическую кастрацию как одну из опций, но опять-таки по согласованию с пациенткой. Потому что беременность на настоящий момент не является показанием к выполнению хирургического аборта, прерывания беременности. Поэтому это боли пациента и лишение пациентки фертильности, это в ряде случаев может рассматриваться как достаточно серьезная ситуация. Особенно мы все живем в зоне юридической ответственности. Поэтому тот принцип, который мы исповедуем о пациент-центрированном подходе и пациент-член нашей бульсисциплинарной команде, с ним обсуждается и ему рассказываются все риски, возможные, которые наступают при выполнении того или иного вида лечения. Исследование полома-3 показало, опять-таки, увеличение общего выживаемости на 10 месяцев в группе пациентов чувствительных гормонотерапии. И в настоящий момент удлинение времени до назначения химиотерапии наблюдается практически у всех ингибиторов циклин-зависимых киназ, в два раза в данном случае в группе полубоциклиба, что время отстраняется от момента назначения химиотерапии значимого ухудшения качества жизни. Но не было до настоящего момента прямого сравнения гормонотерапии с ингибиторами циклин-зависимых киназ versus химиотерапии. Такое исследование есть, проспективное многонатеровое доложенное на АСКО в этом году, и показало, что те пациенты, которым начинали лечение с ингибиторов циклин-зависимых киназ вместе с гормонотерапией, они выигрывали по всем значимым критериям. Самое важное, не так давно был опубликован большой мета-анализ, который сравнил непрямое произведение было сравнение всех вариантов химиотерапии со всеми вариантами гормонотерапии. Достаточно большой, сложный в моем понимании статистическом анализе материал, но тем не менее он был проведен, включал как 140 клинических исследований, так и отдельно рассматривались исследования, это практически 3000 исследований, с включением сведений о 50 тысячах пациентов, и было показано, что назначение как в первой и второй линии гормонотерапии с ингибиторами циклин-зависимых киназ превосходило по выживаемости без прогрессирования саму гормонотерапию, и также назначение в первой и второй линии гормонотерапии с ингибиторами циклин-зависимых киназ превосходило по показателю выживаемости без прогрессирования любой из вариантов химиотерапии. О побочных эффектах ингибиторов циклин-зависимых киназ будет сегодня отдельный доклад, но мы должны помнить о специфичности. Тем не менее, есть строгий мониторинг тех или иных осложнений, которые мы должны следовать в нашей рутинной клинической практике. Можем ли мы возвращаться к ингибиторам циклинозависимых киназ-комбинацией с гормонотерапией? Такие исследования проводятся, и мы, думаю, скоро получим ответ. И будущее, которое на самом деле наступит очень скоро, будет зарегистрирован препарат алпелисип у больных, которые уже получали гормонотерапию в первой линии как гормонотерапии, так и гормонотерапию с комбинацией с ингибиторами циклинозависимых киназ. В 40% случаев у пациентов выявляется мутация пиатрики фосфодитол-трикидиназа, которая связана с резистентностью проводимой химиотерапии. Данный показатель может выявляться как зарегистрированная FDA-методика терраскрин-пиатрики, в качестве сопутствующего диагностического центра теста на мутацию как по биоптатам ткани и или биологической жидкости. И, наконец, доказательная база естественной вести у пациентов, у которых выявлена мутация пиатрики как в жидкостной биопсии, так и в тканевой, в исследовании соляр преимущество пациентов, получающих ингибитор пиатрики в комбинации с фулвистрантом, по сравнению просто с фулвистрантом. Причем преимущество также наблюдалось у пациентов, у которых получали в анамнезе в первой линии комбинацию гормонотерапии с ингибиторами циклинозависимых киназ. И вот возвращаемся к нашему клиническому случаю. Мы в рамках возможности представленного препарата в нашем центре пациент получил комбинацию анострозола с рибокциклибом и остеомодифицирующими агентами, понятно, были метастазы костные, получил анострозол с рибокциклибом и ингибиторы ОМА. И мы видим частичный регресс как в легочной ткани, так и в молочной железе. И самое важное, костные метастазы не являются для нас маркерным очагом. Здесь очень важный контроль, это именно продолжение остеомодифицирующих агентов. Мы обращаем внимание на таргетные очаги, которые значимо регрессировали на фоне проведения терапии. Ну и я думаю, что голосование, которое мы проводили в начале, сейчас мы попытаемся его провести, мы можем запустить голосование? Пожалуйста, я думаю, что мы все подключили, или большинство, кто хотел, подключил наши телефоны. И четыре опции представлены на ваших экранах, на ваших умных телефонах, смартфонах. Пожалуйста, голосуйте. Пожалуйста, пожалуйста. Для алиминального рака, наряду с, казалось бы, с гормонотерапией, назначением ингибиторов циклинозависимых кинад, как в группах благоприятного прогноза, так и в группах благоприятного прогноза, мы видим преимущества. Поэтому буквально выводы, что ж такое, но так быстро докладчикам очень чувствительный пульт. Какие заключения наши больные должны жить долго и должны жить качественно? Планирование стратегии лечения и определение мутации ПИА-3К должно войти в нашу рутинную практику, как и определение герминальной мутации на этапе определения рецепторов эстрогена прогестерона и ХИР-2 на момент выявления метастатической болезни. Потому что нам важно прогнозирование резистентности гормонотерапии и в 40% случаев знания мутации ПИА-3К может помочь нам. Участие в клинических исследованиях предпочтительно для больных раком молочной железы, потому что они уже сейчас могут получить терапию будущего. И, конечно же, настоящее будущее лечение люминального рака молочной железы за комбинациями. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...